Магнитогорский «Металлург» провел очередной выездной матч и одержал яркую победу над «Борысом». Правда, концовка игры в Астане получилась драматичной. Гости едва не растеряли преимущество в три шайбы, но сумели выстоять и сохранить минимальное преимущество. С подробностями наш спортивный обозреватель Павел Зайцев. «Борыс» здорово начал нынешний сезон. В какой-то момент команда даже лидировала на востоке КХЛ, а ее легионеры неизменно входили в список лучших бомбардиров и снайперов чемпионата. Однако после ноябрьского перерыва подопечные Евгения Корешкова угодили в глубокую яму. Ко встрече с «Металлургом» они подошли, проиграв шесть матчей подряд с общим счетом 6-28. Неудивительно, что игру с магнитогорцами хозяева начали очень активно и уже на исходе первой минуты сумели открыть счет. Свою 13-ю шайбу в сезоне забросил канадец Линден Вей. Хозяева провели еще несколько опасных атак, но гости выстояли и перехватили инициативу. Сначала Евгений Тимкин здорово поборолся в чужой зоне, в том числе перед воротами. Алексей Береглазов нанес бросок, а Денис Казионов оказался самым расторопным на добивании. Тимкин в этой атаке результативных баллов не набрал, зато свое законное очко заработал на исходе периода, когда выдал своевременный пас Денису Кокареву. Новобранец «Металлурга» совершил впечатляющий проход к воротам и лихо переиграл Хенрика Карлсона. Евгений Тимкин отдал классный пас. Меня оставалось только забить. Здорово вывел меня. Так что Женька молодец, сделал этот гол. Судьбу встречи решила середина второго периода. Магнитогорцы провели быструю контратаку. Антон Шенфельд выдал поперечный пас Сергею Терещенко. Тот нанес неточный бросок, но к отскочившей от борта шайбе первым успел Владислав Калетник. 1-3. А спустя всего 38 секунд Денис Казионов оформил дубль. За первые 29 матчей сезона нападающий сумел забить лишь однажды, но за последние 6 игр это был уже четвертый его снайперский успех. Эффектный трудовой гол Казионова отправил шведского голкипера хозяев на скамейку запасных. Сменивший Карлсона 22-летний Сергей Кудрявцев до последнего оставлял Борис в игре. Он так и остался сухим, а его партнеры на экваторе заключительного периода обострили интригу до предела. С интервалом в 32 секунды отличились Артем Лихотников и Талгаджи Лауов. Но в отличие от некоторых предыдущих матчей, Металлург после такого серьезного удара не рассыпался, а сумел сохранить хладнокровие в концовке встречи и удержать минимальное преимущество 3-4. Ребята очень самоотверженно играли в обороне, помогали Василию и Кошечку отстоять в наши ворота. В том числе в меньшинстве, когда три большинства было у Бориса и не удалось им реализовать его. Хорошее меньшинство. Надеемся, что будем продолжать в том же духе. Следующий соперник магнитогорцев – Сибирь. Трансляцию из Новосибирска смотрите в нашем эфире во вторник, 5 декабря в 19.00. Павел Зайцев, телекомпания ТВИН.